МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин регионов студии Владимир Сёмкин. Витаю вас и глядитесь на него выпуску. От поводовых проблем до пропанов по развитии сельской господарки. Старшиня Могилёвского Абл-Ваканкама провел прием грамадян. Новые имена лепших працевников, парад профессий и выдатный настрой для усих. Як в область означала 1 май у нашим выпуском. Коли чемпион кожный удельник. Свет ровных махчимостей объеднал 7 команд з Могилёвского района. Амаль, что за 4 годины проводил прием грамадян Старшиня Могилёвского Абл-Ваканкама Леонид Заяц. За гэты час удалось и разглядеть 14 пытаннёв. Темы зварота у самая розная. А от побутовых проблем да пропанов по развитии сельской господарки Могилёвской в области. Керавник фермерской господарки с Круглянского района Олег Башаров пришёл до керавника в области, чтобы ему да помогли выделить землю для фермы. Сёня вягу 500 овечек и только 50 гектаров земли. В конечном результате хотелось бы получить 800 гектар земли. Земли, которые просит фермер, выкористовывают мясцовые молочные фермы и подделиться ими на Руате отрывается. А Лея Леонид Заяц пропоновал и инший шлях в решении питания. Мы можем предложить в другом месте, если хотите организовать, чтобы это были ваши филиалы. Есть пустующее помещение, есть большие угодья, никем не используемые. Но там нема таких Олега Мухаммедевича, как здесь в Круглянске. Могли бы вам предложить, даже по программе некой, завести туда племенной молодняк, тот, который нужен стране. Тамара Алексеевна, же Харковёвский-Затиша, пришла с питанием про воду. По слову Жанчины, целая вёска живе без водозабеспечения. Один колодец на другой улице и совсем в конце деревни. Вот мы пенсионеры по 70 лет. Мне надо полтора километра в одну сторону, к тому колодцу прийти и в другую. От сфидровейной доставки воды люди отмовились. Все хотят воду в дом. Сегодня действует 488-й указ президента, который вступил в силу на сегодняшний день для всех населённых пунктов, которые предусматривают строители водопроводных сетей к жилым застройкам, не обеспечённым застройкам. За счёт средств поставщиков воды – это магистральные сети. И средств жильцов, которые распределительные сети. По поводу попередних разликов, кабуёстцы за тиша з'явился водопровод не обходно коля 140 тысяч рублёв. 40 з'их заплатить доведеться самим вязковцам. Ну, будет ещё собрание, будут разъяснять, будут, ну так сказали, что ещё будут нам объяснять, разъяснять, высчитывать сумму какая, что. Ну, в целом, вроде понятно, доступный губернатор. Усяго, керавник в области принял 14 человек. По всех пытаниях люди отримали тлумачэнни. Проблемы узяты на особистый контроль старшыни АБВ Канкама. Владимир Сёмкин, Юлия Мычка и Денис Бутылин. Новины региона. Амаль, четыре десятки новых имён занесены на областную дошку гонору в Могилёве. Добрая традиция – на свято 1 мая ушановывать лепшие предприемства, працонные коллективы и профессионалов своей справы. За их розумом и працавитыми руками регион развивается что дня и вядомы далеко за межами Беларуси. Працавитые люди – галоны скарб Могилёвщины, а добросумленная праца – заусёды упашанья, отзначил под час урочистости устаршыня Могилёвского АБВ Канкама Леонид Заяц. И зауважу, резервы есть во всех галянах господарчего комплекса. Я уверен, что работа вместе, у нас всё получится, потому что здесь живут трудолюбивые люди, настоящие патриоты своего края. По выниках працы в 2018 году по свечению об занесении на дошку гонору отримали 25 предприемств у Могилёвщины. Среди них, без перевлечения, бренды региона. Простей перелечить по пальцах краины, где не стоять лифты Могилёвского предприемства. Более 180 моделей у новой рынки сбыту. Среди них – Сирия, Румыния и навык Нигерия. И, зразумело, новые проекты. Буквально в прошлом году мы выиграли тендер на 9 траволаторов от 50 до 100 метров. Это на третью линию метрополитена в городе Минске. И вот сейчас они монтируются, и в скорости, наверное, вы сможете прокатиться, прочувствовать, посмотреть, как они работают. У нас реализовывается так называемый Брестский пилотный проект по переходу на амбулаторное лечение больных туберкулезом. Внедрены видеоконтролируемые лечения больных туберкулезом на амбулаторном этапе. Ну и в связи с этим идет сокращение коечного фонда. 15 же хоров Могилёвской области отримали звание «Человек года Могилёвщины». Звание, якое треба заслужить. И гэтые люди – доказ отданости своей справе. Я очень рад, что получилось и пополнить свою копилку немалым количеством наград. Тем самым я считаю, что достойно представил Беларусь на международной арене. Очень приятно принимать такую награду сегодня. Всем большое спасибо, всех с праздником. Старшиня Блваконкама особиста подяква у пятилепшим прационным коллективам, занесенным на республиканскую дошку гонору. У знагорода гэта стымул рухаться до новых сдобытков. Большое спасибо дружникам села, дружникам предприятий, всех, которых у нас есть. И частный бизнес, и социальная сфера – все принимали активное участие. Почему мы на сегодняшний день на республиканской детской почте? Найбольшие объемы инвестиций будут направлены в создание сушильных хозяйств. Пилетное производство в Кличевском лесхозе мы в этом году будем делать. Но также замена лесопильных оборудований в четырех лесхозах. Пираможцами конкурса «Предпринимальник года» стали четыре представники малого и среднего бизнеса. Их прозвища так само занесены на областную дошку гонору. Кристин Акранкевич, Виталь Алексейнка, Новина Региона. Парадом профессии отзначили першимай в Могилеве, а маль пау тысячи человек собрались на площади Ленина. А с оправдным подарунком до свята стал старт сезона фонтана в областном центре и бесплатное катание на каруселях для малых, у межах доброчинной акции профсоюзов. Будовники, швачки, кондитеры – нехай и усвяточный день, але як мая быть у фирмовых вопротках. Что дня я ныщеруть на корысть своих предприемств и доказывать, кожная профессия заслуговывая поваги. Работа приносит удовольствие. Это самое главное – удовольствие. Получаешь удовольствие, получаешь отдачу от работы. Очень хороший коллектив, очень хорошее руководство у нас. У нас самое лучшее предприятие в Могилеве. Мы его очень любим и гордимся, что мы работаем на этом предприятии. Мы строим дома, строим, реконструируем здания, возводим жилые комплексы для людей. А профсоюзы в области подрымливают справу ширых людей и працонных династей. Парад профессии эффектное шествие процставников самых розных – галин господарки. Доказ того, что усе профессии потребны. Добрый настрой для детей и их батьков – лепший подарунок до свято. У Могилеве стартовал сезон фонтанов. Самым яскравым запуск водной фьеры стал ведомый у парка Подниколья. Тут собрались сотни хороджан, как добро отпочить. Нравится здесь очень гулять, нравится и скульптуры, нравится и скамеечки. Ну и, как видите, очень нравится фонтан. Я очень рада, что эти фонтаны открылись. Прекрасное место и замечательно, что он рядом с остановкой расположен, и с детками прийти, можно провести день. И еще для меня немаловажно, что без больших затрат. Парк будет развиваться. Простый день тут открыется громадский центр с кафе и пунктом проката. Так само, гэтым годом меркуется реализовать еще некольки зон отпочинку, рассказал старшиня Гарвы Конкама Уладзимир Цумаров. За сухим фонтаном построить ледовый каток с искусственным ледом, чтобы могилевчане могли и летом, и зимой наслаждаться катанием на коньках. Левее от меня вот на этой площадке, где было в зимний период времени, на хоккейной коробке, мы построим мини-футбольное поле. Современное, с ограждением, чтобы молодежь могла физически тоже заниматься спортом. Тым часом у Могилевским парку аттракционов так само было шматлюдно. У первый майский день тут пройшла доброчинная акция от профсоюзов. Четыре аттракционы у подарунок самым маленьким. Дарья Семанько, Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Новинир Геона. Бабруйский проект по створению туристической инфраструктуры у поселку Глуша Бабруйского района под назвой Глуша Адамовича вышел в финал конкурсу социальных проектов «Social Weekend». У 13 сезоні конкурсу удельничала більш за 380 проектов. З їх одобрали 15 лепшихся, родяких і Бабруйский. Ідея прадугледживая створення інформаційных стенда у казальника у екскурсійного маршрута. А у великой перспективі – заховання будинка аптеки, у якой працавала мать і письменника, і створення у її музея Олесі Адамовича. Так само в перспективі планується створить сквер і установить бюст славутого земляка. Фінал конкурсу отбудеться 16 мая, прызовий фонд складає більш за 75 тисяч рублів. Наблюжаюцца великі майські выходнія. У гэтая дні усе поліклінікі працуюць по графіку пероносу, які затверджені пастанавленням Савета Міністру Беларусі. А гэта значить, цю суботу, 4 і 11 мая не працуюць по графіку буднага дня. А з 5 по 9 мая – выходнія. У Могилівській центральній поліклініці удакладніли у святочні дні і во усіх установах Аховы Здоров'я прийом буде вести дежурный урач. Все подробязні на сайтах медицинських установ. Свет ровних махчымастів. Традиційная спортивно-массовая свята ладзіли у спорткомплексі Олимпієць. У споборніствах удзельничали 7 команд з Могилівського района. І кожна чу в себе саправдным чемпіоном. 9 спортивних станцій на кожна і певнае задання. Рыбалка, корнхол, минігольф. Головная не промазать. Свої спортивні навыки демонстрували як школьніки, так і дорослые. Наразі тобі такі соревновання? Да. А раніше вже участвував? В синій капі гуляли ми футбол, 2-е, 3-е місця займали. Тут дуже добре, тут весело. Все ми вже давним-давно друг з другом знакомі. Але якщо щось не вийде, то нічого страшного. Тому що, звісно, побіда – це не головне. В общем, ми сюди все приїхали просто пообщатися. У вас все вийде? Ну, нормально. Саме сложне було? Каке випадання? Рыбалка. Всігда положительно вони к цьому відносяться, ніколи не відмовляються. Желання є. В якій вид спорту найпопулярній? Найпопулярній? Ну, видите, наверное, фрисби. Смотрите, там, яка йде напряженна ситуація. Кожен мкнувся бути ліпшим. Спортивні таленти демонстрували пау сотні чоловік. І вони признаються, такі з поборництві станочу впливають на їх життя. Це багато чого дає. Перше – це спілкування. Вторе – що у людей є потенціал спортивний для параспорту, для паралімпійського спорту. І якщо можна зразу сказати, що він коордінирован, метки, сила волі є, характер у нього, що його можна і в реальний спорт, не в фізкультура масовий. Подобне мероприємстви депамагають знайсті нових сяброў. Юліяна Шликова, Діаніз Бутылін, Новіна Регіона. І пра надворі. Яго будзе взначаць в область поніженага атмосфернага тиску. У ближайші суткі синоптикі прагнозуюць короткочасове дажджі і у особних районах парыви ветру да 17 метрів за секунду. Температура у день чыкаецца ад 11 до 16 градусів тепла, у ночі – мінімальнае да плюс одного. У ближайші суткі па прогнозі вірагодна сяпатка удася – 70%. Ветер будзе теплый – заходні і пауднева заходні. У суботу крыху потеплее. Максимальна температура у день прагнозуюцца ад 13 до 18 градусів. У ночі – плюс 2-7. У неділю на больша часа територі пройдзе короткочасовы дож. І шыкаецца навальніцца, пра якой парыви ветру узмацняцца да 15-20 метрів за секунду. У нікатурых районах па ветра прогрэецца да 20 градусів. А спачатку тыдня чыкаецца пахаладання. На Радуніцу будзе ад 10 до 15 тепла. І у наступную ночь – замаразкі – да мінус 2. Самые актуальные новини в області – на сайті tvrmogilev.by. А так само – у групах у соціальних сетках. А я на гэтым з вами зараз вітвуюся. До зустречі. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд!